Добрый день! Меня зовут Валентин Хоклов, и это очередной выпуск из цикла об истории средних веков, пятый сезон этого цикла, в котором мы говорим об истории Византийской империи. И этот выпуск, это завершающий выпуск о династии Камнинов, которые правили Византийской империей, ну, фактически в XII век, там, конец XI и XII век. И чтобы, ну, прежде чем перейти к этому выпуску, давайте я скажу несколько слов еще о том, что происходит у меня, потому что, как вы знаете, идет война, которую путинская Россия развязала против Украины. Она идет уже с 2014 года, но активная база с февраля 2022 года. И вот недавно было совершено очередное злодеяние путинской власти, подрыв дамбы Каховской ГЭС, затоплено огромное пространство Христовской области, много людей там лишились крова, остались фактически на крышах затопленных домов. Ну, и экология пострадала, очень сильно нанесен ущерб природе этого региона. Конечно, нет предела, ну, злодейству российской путинской власти. И меня просто поражает то, что некоторые люди, ну, не понимают, что Путин, он уже превзошел Гитлера по злодейству. А Россия хуже, чем нацистская Германия. Но, и тем более, каждую ночь продолжаются ракетные удары или беспилотники. Ну, и в эту ночь тоже были беспилотники. В общем, очень сложная ситуация, конечно же, продолжается. И я тоже оторван вот от дома. Но, тем не менее, как-то продолжаю работать над этими выпусками. Если вы можете и поддержать этот проект, то присоединяйтесь к patron.com.kziv-k-h-o-k-h-l-o-v. Подписывайтесь на мой канал YouTube, становитесь мемберами этого канала. Мемберы смотрят видео на неделю раньше и без рекламы. Ну и в любом случае такая вот моральная поддержка, она для меня важна. Деньги в принципе не главное, это не какой-то сочин для меня дохода, поэтому я не ставлю какой-то там большой ценник. Скорее, это такой символический может быть жест с вашей стороны. Ну а теперь перейдем к этому выпуску. Итак, 8 апреля 1143 года умер император Иоанн II из династии Камнинов. Он умер на востоке империи в своем военном лагере и перед смертью он передал престол сыну Маную, это его младший сын, который был с ним там в этом военном лагере. Иоанн II посчитал, что именно младший сын наиболее достоин, наиболее отвечает тем критериям, которые он выдвигает к правителю империи. При том, что у него был еще в живых более старший сын, ну то есть у него два старших сына уже умерло в тому времени, но остался вот еще сын Исаак, который был тогда в Константинополе. Но вот его отец обошел в престоле наследие и там пришлось даже проявить некоторую такую заботу о том, чтобы этот более старший сын не стал препятствовать Мануилу в восхождении на престол. Но там его даже арестовали на какой-то краткий период, но в итоге все обошлось благополучно. Мануил прибыл в Константинополь, был хронован и стал императором. Он был еще довольно молод, около 25 лет ему было, и о нем отзывались как об одном из наиболее блестящих тогдашних монархов. Он был высокого роста, имел приятное лицо, физически сильный, но правда он был довольно смуглый. И даже над ним его враги издевались по этому поводу. Но это такое, по своему характеру он людей очень сильно привлекал. Он был обаятельным, веселым, он любил турниры, был таким рыцарем, можно сказать. Вообще не характерно для Византии, но тем не менее он был относительным западником. И даже большим западником, чем многие из западных рыцарей, которых он так охотно брал на службу. И вообще он привлечал. То есть он был такой достаточно европейский монарх. Но несмотря на весь внешний блеск вора Мануила, дела в его управление шли не так блестяще. В принципе о нем отзываются как о великом императоре. Но на самом деле мне кажется, что причины будущего крушения Византии, его правления проявляются уже. И он не справился с той нагрузкой. В отличие от своего отца Иоанна, я бы его не назвал великим императором. Он конечно же находился в контексте политики отца. И он пытался ей наследовать. Он мечтал вернуть Византии, Сирию и Палестину. Но не сумелся измерить свои планы и ресурсы. И вообще показал себя достаточно блестящим внешне, но не очень умелым и не очень талантливым внутри. В начале правления Мануила государства крестоносцев сталкиваются с новой серьезной угрозой с Востока в лице грозного эмира Масула Занги. Который завоевал графство Эдесса, которое было восточным буфером владений крестоносцев. И по этому поводу был организован второй крестовый поход. Мы об этом подробнее говорили в выпуске номер 28 первого сезона, к которому я отсылаю. Мануил был рад послаблению крестоносцев, потому что он опасался, как и его предшественники, влияние, которое крестоносцы получили после первого крестового похода. И византийцы действовали по принципу, разделяя властвую. И уже Иоанн II сумел во многом доминировать над крестоносцами. В принципе это все произошло потому, что по итогам первого крестового похода Византия на самом деле довольно значительно выиграла благодаря ослаблению турецких султанатов в Малой Азии. И турки надолго перестали быть серьезной угрозой. И вот когда крестоносцы стали терпеть неудачи, то турки стали усиливаться. Хотя не турки были основными противниками. Турки были в Малой Азии, а Занги он был в Масуле, это нынешний Ирак. Но тем не менее ослабление крестоносцев привело к усилению турок, а Мануил этот момент проморгал. Хотя вроде бы он осознавал турецкую угрозу с самого начала. Уже в 1146 году он предпринял поход на Икониум или Конья, это сейчас город, столица иконийского султаната. Даже подошел к этому городу на султан, вместо того, чтобы защищать свою столицу. Он как бы сделал маневр и обошел византийские войска. И они оказались под угрозой окружения. И в итоге Мануилу пришлось спешно отступать, чтобы спасти свою армию. И вот он стал планировать на 1147 год новое наступление. Но тут пришло известие о начале второго крестового похода. И это императоров встревожило даже больше, чем турки. Потому что ему казалось, что вот сейчас опять крестоносцы усилятся. И опять они станут главной угрозой. И поэтому Мануил ищет союза с турками. И они заключают между собой, ну если даже не союз, то перемирия. Как бы вот турки и византийцы не воюют. А Мануил, ну он проводит такую довольно хитрую политику византийскую. Вот именно хорошее слово византийская политика. Потому что с одной стороны он продолжает хорошее отношение с императором Священной Римской империи Конрадом. Но он боится усиления крестоносцев. И поэтому он встречает крестоносцев в Константинополе. Переправляет их на азиатский берег Босфора. Но в дальнейшем он им не помогает и даже возможно содействует неуспеху второго крестового похода. Но с немцами, с Конрадом еще отношение у Мануила, скажем так, довольно хорошее. Традиционно. А вот очень плохие отношения с сицилийским королем Ржером II. Или правильнее, конечно, говорить по латыни Ругерий II. Но как бы вошло уже в обиход Рожер II. Флот этого короля уже захватил Корфу в том времени. Разграбил прибережные города. И даже такие центры Греции, как Фивы и Каринф, пострадали от норманов. Более того, Рожер он тоже был таким человеком достаточно космополитичным и гибким в своих взглядах. Тоже как бы чуть ли не большим византийцем, чем сами византийцы. Потому что Рожер вошел в союз с египетским султаном. Ну или может быть халифом. Там правда халифат уже загибался. Египетский там правил не столько халиф, сколько знать. Так что может быть и действительно с кем-то из знати, а не с самим халифом. Но тем не менее с египтянами союз у Рожера был. И этот союз был направлен против крестоноса, потому что Рожер был против императора Священно-Римской империи. И вот это тоже сыграло свою роль в неудаче второго крестового похода. Поэтому о походе я больше говорить не буду. Он потерпел неудачу и все. Но конечно эхо играло, еще сыграет свою роль в нашем выпуске. Мы с этим столкнемся. Мануил же целью своей западной политики поставил борьбу с норманами, то есть с сицилийским королевством. Он еще пытался искать союза с папами. Это вот такой традиционный ход византицах. Искать союза с папами. Но это оказалось безуспешно. Уже в общем-то и при его отце это не достигало успеха. Но и при Мануиле тоже пришлось столкнуться с суровой реальностью, что папа уже стал союзником таким эпизодическим, но тем не менее сицилийским королем. Потому что они были противовесом Священной Римской империи, противовесом императоров, которые были главным противником папства. А у Мануила наоборот был союз с императорами Священной Римской империи. Поэтому, да, к тому же это не просто был союз, это еще он был скреплен брачными узами. Потому что в 1146 году Мануил женился на близкой родственнице императора Конрада. Это вот как раз тот брак, который планировался еще в царствовании его царя Иоанна II, о котором мы говорили в прошлый раз. И вот, получилось так, что с императором Священной Римской империи Мануила союз, а с папами ничего не получается. Папы, наоборот, поддерживают Рожера II. И тогда, на 1147-1148 годы, Мануилу идет активную дипломатическую работу. И в основном это переписка с правительством Венеции. Ему нужен флот. У норманов сильный флот уже к тому времени, у сицилийского королевства. Противовесом может быть Венеция. И Мануил обещает, обещает он привилегии, которые были, плюс новые привилегии, только чтобы против сицилийцев венецианцы помогли. И вот осенью 1148 года первая попытка освободить Корфу, но она неудачна. И в 1150 году еще одна попытка, тоже неудачна. Но Рожер II тоже не лыком шит. И он тоже активно ведет дипломатическую борьбу, потому что он не столько воин, сколько государственный деятель. Он ищет союзников внутри Германии против императора и находит их, потому что против императора там традиционно выступают вельфы. Был там такой Генрих вельф, который поднял мятеж против Конрада. Ну, конечно, там этот мятеж не стал успешным, но тем не менее важный союзник Византии, император Священной Римской империи, был выведен из игры, потому что он занимался своими внутренними проблемами и не мог оказать содействие Мануилу. Более того, Успенский пишет о том, что Рожер II настраивал против византийцев и французского короля Людовика VII. Потому что очень хитро Рожер действовал, он обвинял Мануила в неудачах второго крестового похода, в котором Людовик VII участвовал. А мы видели, что Рожер тоже, в общем-то, поспособствовал неудаче этого похода, но тем не менее он свалил все на Мануила и пытался настроить французов против византийцев. И дело даже шло к тому, чтобы идти на Константинополь. Такая как бы репетиция четвертого крестового похода будущего. Но тем не менее тогда, в XII веке, все-таки это не осуществилось. И Рожер сам рассорился с папой. Там такой еще клубок змей был в Италии в то время. Папа перешел на сторону императора Конрада. И стал устраивать того, чтобы тот совершил поход в Южную Италию. Но тут Конрад умер. Как-то очень удачно для сицилийцев. И есть версия о том, что Рожер подослал таких вот врачей, которые отравили императора. Но сам Рожер тоже вскоре умер в 1154 году. И в сицилийском королевстве наступила смута. И таким образом, в общем-то, это было на время государства ослаблено. Византийцы тут же входят в союз с папой. И в 1155-1156 годах начинают действовать на юге Италии. Там высаживаются их войска. Они берут Бари, Виндизи, Трани. Но уже наследник, сын и наследник Рожера, Бенгелем I, расправился с мятежом. Довольно быстро. То есть у него ушло там чуть больше года на это. И он после этого разгромил и византийское войско. И довольно быстро вернул себя под контроль весь юг Италии. К 1157 году эта вот короткая вылазка византийцев закончилась провалом. И Вильгельм, конечно же, хотел отомстить. И замышляет поход против Византии. Таким образом, политика Мануила на Западе потерпела крах. Ничего не достигли. Союзников важных потеряли. Рассорились. И, в общем, Мануил в 1158 году разворачивает всю западную политику на 180 градусов. С норманами заключается мир на 30 лет. Византия признает потерю владения новинки Италии. Также она идет на значительные уступки папе в канонических спорах. Только чтобы привлечь папство на византийскую сторону. И в союз с норманами. То есть, византийско-норманский союз. Немыслимое дело по предшествующим меркам. И теперь этот союз направлен против императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы. Потому что сначала Мануил думал с Фридрихом дружить. Как и с Конрадом. А Фридрих, по-моему, племянник Конрада. Но Фридрих как-то там не проявил пиететок к Мануилу. И Мануил обиделся. И как бы стал уже его противником. Что хочет Мануил от папы взамен? То есть, Мануил делает папе уступки. Причем там речь шла чуть ли не об окончании Великой Схизмы. И об объединении Западной и Восточной Церкви. Причем под главенством папы римского. Но взамен Мануил хочет, чтобы папа признал его единственным императором. А Фридриха Барбароссу императором не признавал. То есть, чтобы был один император во главе Римской империи, Мануил. И один глава церкви, папа римский. Вот такая была идея у Мануила. И это, в общем-то, было близко к реализации, но не реализовало. И также Мануил ищет сближение с Францией. Он предлагает женить своего сына и наследника Алексея на дочери, друг века седьмого. Кстати, это осуществится. Но этот брак будет неудачным. Выбегая вперед, я скажу. Вообще, Алексей плохо закончит свою жизнь в очень молодом возрасте. Но об этом вы еще услышите в конце этого выпуска. Теперь еще одна составляющая западной политики. Это отношения с морскими республиками Венеции, Генуи и Пизой. После неудачных попыток отбить Корфу в 1148-1150 годах, Мануил охладел к венецианцам и начинает искать союза с генуайцами и пизанцами. Ну, сначала с генуайцами попробовал. В 1155 год заключение союза с Генуей. Ей предоставлен в Константинополе квартал, большие привилегии в торговле. То, что имела Венеция до того. Более того, в Византии ежегодно платит генуай деньги за поддержание этого союза. Но также Мануил диверсифицирует свои риски и ищет сближения с пизанцами. А пизанцы были естественными соперниками генуайца, потому что Пиза и Генуя недалеко друг от друга. Венеция на другом море, а вот Генуя и Пиза в одной стороне, на одном побережье. Ну, и там еще же это север Италии. То есть там действует и Фридрих Бармроса. И оба города периодически входят с ним в союзы. И Мануил на это обижается, потому что Фридрих его враг. И тогда Мануил лишает их привилегий, иногда даже разоряет их торговые кварталы в Константинополе. Но, к слову, Венеция никуда не делась. Венецианцы также сидят в Константинополе, их торговый квартал существует. Договор с ними заключен еще в правлении Иоанна II, и он соблюдается. И все это время венецианцы продолжают иметь свои привилегии. Но отношения с ними портятся, потому что они ревнуют к тому, что теперь появились генуэзии или писанцы. И Венеция этим недовольна. Ну, она хочет быть монополистом в торговле с Востоком. Мануил, в свою очередь, недоволен тем, что Венеция не помогает ему против Фридриха. И даже, наоборот, иногда и с Фридрихом выступает на одной стороне. В общем, там такой клубок противоречий очень неслабый. И тем более, что в Константинополе уже проживает несколько десятков тысяч итальянцев. И с Венецией, и с Генуэ в основном. И это существенный фактор в торговле и даже в политической жизни. Император пытается балансировать между этими торговыми республиками. Вот в 1171 году, ну, уже гораздо позже этого времени, он разрывает союз с Венецией. Ну, не окончательно еще, но разоряет Венецианский квартал. Там грабит их купцов. Это была месть. Потому что венецианцы разорили Генуэзский квартал. Правда, по собственному почину, как бы между венецианцами и генуэзами там вражда уже была. И венецианцы как-то вот разорили Генуэзский квартал, ограбили генуэзцев. А Мануил в отместку гранит венецианцев. И тогда венецианцы входят в союз с королем Сицилии. А там уже Вильгельм II на троне сидит. Это 1175 год. Планируется совместный поход против Византии. Ну, и в итоге Мануилу пришлось идти к венецианцам замеряться. Компенсировать им все убытки, которые они понесли. Короче, союз все же с Венецией еще тогда сохранен. Так, теперь по поводу северной границы. Северо-западной границы империи. Там Венгрия и Сербия. Два больших игрока. Ну, у Мануила с Венгрией отношения более-менее. Потому что он сын венгерской принцессы. Еще вот при его отце с Венгрией, в принципе, хорошее отношение. Потому что он женат на этой самой венгерской принцессе. А вот с Сербией все не так однозначно. Потому что Сербия усиливается. В прошлый раз мы говорили о том, как, в общем-то, формируется основа сербской государственности. Это вот такая жупа была Рашка при Уроши Первом. А с 1145 года натронен его сын Урош Второй. С ним проблемы уже у Мануила возникают. Потому что он выступает в 1149 году против Византии. Успенский пишет, что его подстрекал Рожаев Второй Сицилийский. Видите, как далеко руки у норманов потянулись. Но я в этом не так уверен. Дело в том, что у Уроша было еще два брата. Это Белош и Деша. И вот Белош очень имел большое влияние в Венгрии. Он был там графом по латинам. А в Венгрии был малолетний король Геза Второй. И Белош при нем фактически правит в Венгрии. И братья, вот три брата из династии Вукановичей. И Урош, Белош и Деша решили, что вот они уже все сильны вместе. И они сейчас выступят против Византии. Объединенная Венгрия и Сербия. И это вполне могло быть без влияния Рожаев Второго. Но Мануил расправился со всеми этими тремя братьями Вукановичами по частям. То есть традиционная византийская политика. Стравливать и ссорить между собой. Он сначала переменил на свою сторону Уроша Второго, который заточил Дешу в тюрьму. Затем с 1151 года воевал с Венгрией и победил ее. Короля Гезу Второго вынудил передать Византии земли Боснии и Далмации. Нынешняя Хорватия. А второй сын Геза Второго был даже отправлен заложником в Константинополь. Там получил греческое распитание. И вот даже Мануил планировал одно время сделать своим наследником. До тех пор, пока у него там народится сын Алексей. Потому что вот этот вот второй сын короля Белла был выдан за византийскую принцессу. А в Сербии Мануил чередовал на троне великого Жупана то Уроша Второго, то Дешу. То есть вот братьев между собой он уже поссорил капитально. Но в итоге в 1166 году Мануил все-таки делает ставку на боковую ветвь Вукановичей. Там был такой Завида, или его еще звали Белый Урош. Это какой-то вот родственник Укановичей, но более младшая ветвь. И у этого Завида были четыре сына. Но там старшему Тихомиру Мануил отдал корону. Ну не корону, вернее, это было еще не королевство. Это великий Жупан. Сербов стал Тихомир. Но это старший брат. А нам сейчас не важны все имена, кроме самого младшего из них Стефан Неманя. И вот в итоге именно этот младший брат Стефан Неманя победил всех остальных братьев своих и стал великим Жупаном. И уже вот с конца 60-х, с начала 70-х годов он уже единолично правит Сербией. То он, поначалу он союзник Мануила, который привел его к власти. А потом он, когда Мануил несколько ослаб, когда против него идет коалиция венецианская как раз с норманами 1171 год. То Неманя идет на союз тоже с венецианцами, потому что хочет урвать кусок от Византии. Венецианцы там захватывают побережные города. Вот как раз Дубровник Рагуза тогда пошел под венецианский контроль. И также, по-моему, Задарс и вот эти города. А вот земли Далмации, которые дальше от побережья, хочет захватить Неманя. Но в итоге византийцам повезло. Дело в том, что у венецианцев разводилась эпидемия, а в Венгрии король Стефан III умер. И трон достался как раз от его младшему брату Белли, тому самого, который в Константинополе находился и воспитывался. И он был, в общем-то, как бы союзником византийцев. И поэтому все. Союз Венгрии, Венеции и Сербии распался. Неманя остался один на один с византийцами. Был вынужден идти на поклон, причем в буквальном смысле. Униженно, босиком просить Мануила. Простить его Мануил, его, кстати говоря, простил. И Неманя был там, в Константинополе почетным пленником, потом вернулся и отправил в Сербии. А венгерские и сербские отряды воевали на стороне империи против турок. И здесь мы снова возвращаемся к восточной политике Мануила, которая никуда не делась. Тут можно много чего рассказывать. Я очень бегло, так тезисно, потому что и так очень этот выпуск затягивается. Мы начинали с того, что Мануил был противником турок в самые первые годы правления. Потом заключил временный союз, когда начался Второй Христовый Поход. Когда поход провалился, то этот союз вроде как потерял смысл. И особенно после 1156 года, когда в икорийском султанате пришел к власти Кылыч Арслан Второй. Это такой могущественный оказался султан, который победил внутри султаната всех своих братьев. Он вошел в союз с армянами Кирюки. Этот союз был направлен на угрозу с востока. А для него и для турок, и для армян, и для крестоносцев, на самом деле, основной угрозой был эмир Масула Нураддин, сменивший Занги. Это был очень мощный. Там прям череда таких мощных эмиров была. Это и Занги, и Нураддин, и Саладдин. Потом, ну вот, Нураддин был очень грозным правителем, и вот против него был направлен этот союз. А Мануил заключил союз с другими правителями. Вот это восток нынешней Турции. Там было такое государство Данишмендидов, но оно уже ослабело. Данишмендиды были уже слабы. И их естественными противниками был также Кылыч Арслан. Кстати говоря, Кылыч Арслан успешнее всех действовал. То есть он в итоге этих Данишмендидов разгромил. Он в итоге разгромил всех своих братьев в Иконийском Султанате. Он, кстати, очень жестокий человек был. Там был один случай, когда он захватил сыновей своего брата в плен. И когда Нураддин, который стал союзником его брата, потребовал, чтобы тот его выдал сыновей, то он старшего сына зажарил и в зажаренном виде отослал этому родимому и отцу этого несчастного молодого человека. И сказал, что пусть они не выпендриваются или всех сыновей он зажарит. Вот такой был Кылыч Арслан. Но с византийцами он поначалу действовал миролюбиво. Потому что в 1161 году Мануил довольно успешно провел кампанию против Иконийского Султаната. И Кылыч Арслан замирился с Мануилом на выгодных для Византии условиях. Но действовал он очень коварно. То есть вот проявляется сущность этого человека. На словах он говорил, что я там ваш верный союзник, младший брат, очень льстил Мануилу. А на деле он своих турок натравливал на греческие поселения в Малой Азии. Чтобы те там как-то их погромы совершали, разоряли пахотные поля засеянные, разоряли. А турки в основном там были, ну у них животноводство процветало, они-то качаники изначально. И вот они вытесняли греческое население из внутренних областей Малой Азии к побережью. И очень долго это продолжалось, то есть очень долго и очень медленно на деле турки вытесняли греков к побережью, где были города. А вся внутренняя Малая Азия осталась, просто там не осталось греческого населения. Мануил вел себя, ну по-выцарски, то есть он выполнял взятые на себя по договору обязательства. Очень долго, 15 лет вот это продолжалось, такая коварная политика Кылыча Рслана. Наконец уже Мануилу Нураддин написал, что типа ты что не видишь, как тебя этот вот турецкий султан дурит за твоей спиной, какие он вещи совершает. И вот уже в начале 70-х годов, 12-го века, начинается уже прозрение, Мануил там что-то пытается предпринимать. Понимает уже, что его политика на Востоке тоже ошибочна. В общем-то и на Западе он провалился, и на Востоке совершил такую большую ошибку. И уже к 1176 году Мануил собирает большое войско, чтобы идти на Иконийский султанат. Где-то 35 тысяч у него было, плюс-минус, ну до 40. Предлог был найден. Дело в том, что Кылыч Аслан притеснял Данишмениддов и допритеснял до такого уже состояния, что полностью разгромил их государство. А Данишменидды были союзниками Византии. И под этим предлогом Мануил начинает войну, он двигается осторожно, он захватывает Дарилей, делает там укрепленный лагерь, крепость. И дальше продвигается к Икониуму, к столице султана. Он везет много осадных орудий, то есть там большой обоз, движется неспешно. Он планирует удар из тыла туркам, из Сирии идет в обход отряд, тоже довольно существенный, в район Неокисарии. Это к югу от Черного моря на севере Малой Азии, чтобы зайти туркам как бы в тыл. Но Кылыч Аслан тот отряд разгромил, а потом все силы бросил на византийцев. То есть он разгромил византийцев по частям. И вот основные силы византийцев тогда шли через горный район Малой Азии, то есть по долинам, через перевалы. И вот на одном из перевалов была крепость Мириокефал, ну руины этой крепости, ее уже самой крепости не было. И авангард византийцев начинал уже спускаться в долину, а турки были тогда на господствующих высотах над этим перевалом. И они отсекли авангард византийской армии. И византийцы не могли уже как бы остановиться, им надо было спускаться в долину, авангарду. А Альгард еще не подошел к перевалу. Короче, разрезал Кылыч Аслан византийское войско на части, даже не на две, а возможно на несколько. Правый фланг смяли. Потом начались вот такие окружения отдельных частей византийского войска. И последовал вообще полный разгром. В итоге было сокрушительное поражение византийцев. И может показаться, что это что-то подобное тому, что было при Мансикерте. Когда был колоссальный тоже разгром за сто лет до того. Но Мириокефал не стал таким уж катастрофическим поражением, как Мансикерт. Потому что византийцы как-то все-таки сумели какую-то часть войска отвезти. Мануил остался жив, не попал в плен. Вокруг него все-таки были люди способные, которые не пали духом. И уже в 1177 году частично византийцы отыгрываются. И затем война с турками идет с переменным успехом. Но у самого императора, у Мануила моральный дух, конечно же, сломлен. Он потерпел крах и на Западе, и на Востоке. То есть все его планы пошли прахом. И он, это уже последние годы его жизни, он сломленный человек. Ну и еще одно следствие Мириокефала, это то, что византийцы теряют влияние на армянскую киликию. И на государство крестоносцев в Святой Земле. А это влияние продолжалось довольно долго, еще с 30-х годов 12 века, с императора Яна II, который взял под свой контроль. И в начале правления Мануила, как раз мы возвращаемся назад, в 50-е годы 12 века, вот тогда Византия активно вмешивалась в дела киликии и государство крестоносцев, но в первую очередь Антиохии, которая была наиболее близким к княжеству. И эти земли находились под угрозой все того же Нур-Ад-Дина, после падения Одессы, с востока основная угроза. Мануил назначает своего наместника в Сирии. То есть, как бы, да, Сирия, там Антиохия, там армяне в Тарсе. А у Мануила свой наместник, потому что он считает себя сеньором всех этих земель, верховным правителем. И вот наместником был назначен его двоюродный брат Андроник, сын Исаака Камнина, вот того вот брата Иама, о котором мы в прошлый раз говорили. Вот этот Андроник был человеком крайне честолюбивым. И он, скорее, интриговал против Мануила больше, чем служил ему. И он пытался всячески, пытался Мануила свергнуть. И даже один раз убийство его замышлял, но Мануил его неоднократно прощал. Но в итоге Андроник тогда действовал очень неудачно. Он пытался интриговать против Мануила, как-то заигрывать с разными там игроками на Ближнем Востоке. И в итоге он даже с армянами поссорился, которые вроде были как и в его подчинении. И Мануилу приходится идти уже самому в 1158 году туда, в Кивикию, чтобы, подобно своему отцу, привезти армян к покойности. Ему это удается. Далее он въезжает в Антиохию, так же, как и его отец, на правах сюзерена этого княжества. И сам князь Антиохий ведет коня Мануила, признавая, что он воссал императора. Более того, у Мануила получается завязать хорошее отношение с королями Иерусалима. Там был Балдуин III. И этот союз был скреплен брачными узами. Но, правда, не совсем такими, которые я хотел. Балдуин хотел на одной из своих кузин женить Мануила. Но Мануил в Антиохии увидел другую его кузину, Марию Антиохийскую. Она была очень красивой девушкой. Мануил влюбился и женился на ней. И вот как раз это Мария Антиохийская, с которой мы еще будем встречаться в нашем повествовании. Она была сестрой князя Баймунда III, князя Антиохии. И поэтому Мануил стал влиять на всю политику этого княжества, как муж жены князя и к тому же сюзерена этого князя. Балдуин III умирает. Он переходит к его брату Амалерику. Ну, еще его называют Амари, но правильно по латыни Амалерику. И он вынужден мириться с влиянием Мануила в Святой Земле и ищет с ним союза. И этот союз тоже скреплен брачными узами, потому что Амалерик женится на племяннице Мануила. И вот в конце 60-х годов XII века влияние Византии на государство крестоносцев достигает своего максимума. Амалерик и Мануил планируют совместно совершить поход против Египта. Да, потому что там султанат, вот этот халифат, вернее, Ахадимидов, он уже совсем адрехлел. Там халиф вообще ничего не может. И крестоносцы хотят пожалеться вот этими владениями и привлекают византийцев. На 1169 год, вот совместный поход крестоносцев и византийцев. Со стороны Византии большой флот к Дамьетте отправляется. Но о бурных политических событиях в Египте также смотрите выпуск 28 первого сезона. Там вот Саладин как раз появляется, но он еще не главный игрок. Но вот уже молодой Саладин уже в Египте. Там еще были люди, то есть там был тоже сложный клубок противоречий. В итоге Саладин победил всех. Убираются крестоносцы, оттуда убираются византийцы. И вроде как тоже терпит крах это начинание Мануила. Но Мануил все-таки настойчив. Он не отбросил свои планы на востоке. И он еще хочет все-таки там что-то в Египте совершить. Но после поражения при Мире Окефале понятно, что это уже невозможно. И теряет Киликию. И в общем-то и крестоносцы уже на византийцев не оглядываются после этого поражения. В общем Мануил после Мире Окефала, как я уже говорил, он был очень подавлен. Он там остаток жизни провел. Ну как бы утратил интерес к политике. И в сентябре 1180 года умирает. На трон Византии восходит 11-летний Алексей II. Это сын Мануила и Марии Антиохийской. У Марии был любовник Алексей Камнин. То есть тоже Алексей, но это не как бы... Это другой Алексей. У него еще его называют Прото-Севастон. Это такой был титул. Он племянник императора Мануила. И вот вместе Мария и Алексей начинают править при малолетнем Алексее II. И сразу возникает враждебная импартия. Ну как же без этого? Потому что Мануил это есть старшая дочь от первого брака. Мария. Это Мария Камнина в браке с Ранье Монферратским. Это такой итальянский алистократ. Северо-западная Италия. Это Монферрат там, Марк Графства. И вот получается, что Мария Антиохийская, западная принцесса, она из рода Куатье. Это двоюродная сестра Элеонора Квитанской, кстати говоря. А Мария Камнина замужем за тоже вот платинянимом, за Ранье Монферратским. То есть обе партии как бы западники. Но они друг с другом враждуют. И вот в начале 1881 года Мария Камнина пробует прийти к власти, свергнуть императрицу Марию Антиохийскую, ее любовника, терпят неудачу. И они берут себе в союзники того самого Антоника Камнина, о котором я уже говорил. Это уже не молодой человек, но такой вот интриган. Человек коварный, строят козни против всех. Но у него есть очень важное достоинство. Он грек, он не латиняник. Мануил его несколько раз прощал. Как я уже говорил, Андроник замышлял убийство Мануила. Но тем не менее, до своей смерти Мануил в очередной раз Андроника прощает. Андроник клянется уже императору, когда тот умирает, что будет защищать интересы его сына Алексея Второго. И вот этот Андроник популярен в народе. Он сам по себе, конечно, человек, ну такой харизматичный, авантюрист. Тоже обаятельный человек. Очень хорошо язык у него подвешен. Веселого нрава. А крабы, чего не отнять у него. Много где был, много чего победал. А главное, он грек. Он свой. И народ поэтому его любит. А вот Марию Антиохийскую не любит, потому что она латинянка. Марию Камнину не любит, потому что она замужем за латинянином. И Андроник умело, во-первых, стравливает против себя и Марию Антиохийскую, и Марию Камнинуну с Ренемом Фераским. А с другой стороны, он мутит воду в народе, против латинян, против засилия латинян. И как бы вот очень хитро ведет политику. Правда, его изгнали из столицы. И даже его сыновей там арестовали, потому что они хотели там какое-то убийство задумать. Но в итоге Алексей Андроник, вернее, до того там он строил народ против придворных вот этих двух партий, что в Константинополе неспокойно. В Константинополе ситуация накалена до предела. А Андроник где-то там в стороне, за городом. И в городе начинается погром. Погром латинян. Вот эти вот греки, константинопольские, уже настроенные против латинян, они громят все. Они громят венецианский квартал, генуэцкий квартал, они громят посольство, в том числе папское, убивают папского посла. И тысячи погибают венецианцев и генуэццев, а тысячи тех, кого не убили, их продали в рабство. В общем, там был такой грандиозный погром. Потом там прото-севаста Алексея схватили. Опять же, Андроник подкупил Варяжскую гвардию. Они схватили этого любовника Марии Антиохийской. Его выдали Андронику. Тот его ослепил и кастрировал. И этот Алексей Комнин, прото-севаст, он умер после этого. Но там, как бы, в Константинополе еще продолжается противоборство партии Марии Антиохийской и Марии Комниной. И в итоге, в апреле 1182 года Андроник вступает в город, чтобы, типа, навести порядок. Народ за него. Он, как бы, вот, говорит, что я вам сейчас все так устрою. Я буду регентом при своем, вот, двоюродном племяннике Алексея II. Затем, по его приказу, скорее всего, отравили Марию Комнину и ее мужа Ранья Монферадского. Затем еще, через некоторое время, в монастырь была отправлена Мария Антиохийская, мать императора Алексея II. А через некоторое время у мальчика добились санкции на то, чтобы Марию Антиохийскую убить. То есть, как бы, мальчика заставили подписать распоряжение об убийстве собственной матери. Такое вот было, ну, жестокое такое проявление жестокости Андроника Комнина, но оно коснулось не только лидеров вот этих двух придворных партий, но также и представителей знати, которые эти партии составляли. Людей обвиняли в заговорах, изменах, казнили или там ослепляли, ссылали. То есть, репрессии были жесточайшие. Но такие репрессии верхушечные. В сентябре 1183 года Андроник Комнин добивается того, что Алексей II сделал его соправителем. И тут же после этого вскоре Андроник приказал задушить этого мальчика-императора. Ему тогда было 15 лет. Алексея II его задушили. И все. А вот Алексей II был обручен с 11-летней французской принцессой Агнес или Анной. И есть еще такая версия, что уже престарелый Андроник захотел эту девочку. Ну, 11 лет. Еще, в общем-то, ребенок. Но, тем не менее, вот Андроник добился того, что она стала его женой. Тут даже, как говорится, без комментариев. Конечно, я даже поражаюсь, как таких людей земля носит. Но вот стал императором Андроником I. Получил единоличную власть. И он ведет себя как популист. То есть вот такой тогдашний Гитлер или Путин, если угодно. Такой человек без принципов. Лживый, жестокий, коварный. Врун, который идет по трупам. И вот Андроник I понимает настроение народа. Так же, как Путин или Гитлер. И всячески пытается играть на этих народных настроениях. Ну, то есть мы видели, как, допустим, народ греки в Константинополе были недовольны латинянами. Их же Андроник сам и настраивал против латинян. Устроил погрому. Устроил там, в общем-то, избиение венецианцев и генуэзцев. А далее он говорит, почему все у нас плохо. Потому что коррупция. Потому что олигархи. Она расцвела при преемнике, при Мануиле. Вот Мануил с западником был. Заигрывал с латинянами. При нем расцвела коррупция. Я сейчас буду бороться с коррупцией. И народ, конечно же, за Андроника горой. И Андроник вроде бы даже, да, вот этих знатных людей в суд, чтобы не просто так их там казнить или ослепить, а чтобы по приговору суда этих иностранных агентов с ними бороться. Но, конечно же, суть была в том, что он ослаблял знатных и богатых людей, которые могли бы составить ему конкуренцию. Которые могли бы выступить против него. То есть, вот все попуисты так действуют. И вот мы видим массу примеров в истории. И, кстати говоря, до порта времени народной любовью Андроник Камнин пользовался. И даже тут пишут, что вот он реформы правильные делал. Да, вот там пытался что-то сделать. Хотя мне кажется, что он был ослеплен борьбой за личную власть. И боролся он только за это. А все его реформы, это было косвенное, ну, точнее, второстепенное следствие вот этой борьбы за властью. Были действительно те, кто выступал против него. Был вот такой Исаак Камнин, это племянник Мануива. Он был на Кипре наместником, он объявил себя независимым правителем, императором даже Кипра. Но в итоге он там не сильно долго задержался, потому что в ходе третьего крестового похода его свергнет Ричард Львина из секса. Против Андроникова стал и великий доместик, ну, то есть главнокомандующий Иоанн Камнин-Ватацы. Но, правда, он вскоре умер, так что тут Андронику пока до поры до времени ничего не красиво. Но уже через два года, в 1185 году положение Византии становится критическим, потому что против нее выступает король Сицилии Вильгельм II. Я уже об этом упоминал, что Вильгельм II с венецианцами хотел выступить, но, тем не менее, вот расправа над латинянами в 1181 году, как раз вот, о которой речь шла чуть ранее, она стала тем триггером, который дала повод Вильгельму II вмешаться в византийские дела. Сицилийский флот осаждает, ну, морская блокада Драча, ну, то есть Дюрацу, главного города тогда на Адриатике, и берет этот город. А затем берет и второй по значимости город империи, это Соломики. То есть это, в принципе, очень большой удар по империи. И Андроник первый, который ничего не может противопоставить этому, он быстро теряет популярность. То есть вот как он был такой популистый народный герой, так он очень быстро с этого всего слетел. А еще это усугублялось его мнительностью и подозрительностью. Он везде видит врагов, везде видит заговоры. И был такой в Константинополе популярный человек Исаак Ангел. Андроник первый подумал, что этот Исаак Ангел может его свергнуть. И послал туда своего человека, чтобы этого Исаака Ангела отставать. Кстати говоря, это был ровно тот человек, который отравил Марию Камнину и Ираниеву Фрацкого. Но Исаак Ангел, он был не такой прям покладистый, как другие, видимо, жертвы Андроника Камнина. Он, когда его пытались арестовать, выхватил меч и убил того вот приближенного императора. И потом он кинулся в собор Святой Софии, что типа вот люди добрые, меня там этот неправедный император пытался арестовать. Защитите меня. И народ поднялся на его защиту. В отличие от тех, кто не смог защитить Навального, к примеру. А вот Исаака Ангела народ защитить сумел. И Исаак Ангел повел народ против Андроника Камнина. Тот испугался, как и Путин, он трус. Бежал, пытался бежать, ну даже уплыл с Константинополя, но его поймали, там недалеко он уплыл. Поймали, привели в Константинополь обратно и там его жестоко казнили. То есть ему сначала руку отрубили, потом держали его несколько дней в темнице, потом выдали народу на ипподроме на поругание. Ну и народ как любил Андроника, так он его с тем же как бы рвением его и, ну даже не могу сказать казнил. Там над ним издевались, там ему глаза выкололи, там ему руки-ноги поотрубали. В общем, его очень жестоко казнили, ну в принципе и по делам, потому что он много зла сам совершил. И на этом завершается правление дома Камнинов в Византии. На престол восходит Исаак Ангел под именем императора Исаака Второго. Ну а дальше мы, то что будет происходить с Византией при Ангелах и дальше, прям подвешивая эту интригу, мы увидим в следующий раз. А что касается Камнинов, они не совсем сойдутся с исторической сцены, мы еще с Камнинами будем сталкиваться время от времени. Ну а на этом этот выпуск подходит к концу. Я благодарю вас за внимание, извините, что он такой долгий, но такой бурный век был для Византии. Дальше, я думаю, уже все пойдет менее захватывающе, а скорее уже все будет идти к упадку. Но все-таки история еще не окончается, еще несколько веков империя просуществует. И мы об этом посмотрим в следующий раз. А также я вам желаю подписываться на мой канал, ставить лайки этому видео, становиться мемборами на YouTube, подписываться, присоединяться к патрону. patron.com.com.com.co.com.com.com.com.com.com.com.com.com.comcom.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Так что оставайтесь на этом канале. До новых встреч. Увидимся. До свидания. Продолжение следует.